Однажды, 1 мая 1941 года, высокопоставленные немецкие офицеры по приглашению советского руководства наблюдали за парадом на Красной площади. Спустя несколько месяцев они мало сомневались в скором проведении очередного парада в центре Москвы, полагая, что маршировать по Красной площади будут уже войска вермахта. Надежды их не оправдались, и через 4 года, 4 мая 1945 года, в еще дымящейся столице Рейха прошел парад советских воинов. Вовсе не зрелищны, без красивой начищенной формы, белых перчаток и торжественного объезда строя. Мимо обгоревших домов, по руинам города маршировали солдаты в полевой форме, в этом же обмундировании еще 2 дня назад они штурмовали Берлин. Но ощущение должно быть было самое что ни на есть победное. Первых полос в советской печати майский парад не удостоился, а принимавший парад командир гарнизона Николай Берзарин не дожил 8 дней до грандиозного парада победы в Москве. Он разбился на мотоцикле в Берлине 16 июня. Сразу же после триумфального шествия в советской столице, Сталин, вероятно, предвидя скорое ухудшение отношений, предложил союзникам провести совместный парад в поверженном Берлине. Те предложения приняли. При этом уже тогда в полной секретности был готов британский план «Немыслимая» – план начала войны против Советского Союза после победы над Германией. Но при личных встречах пора еще улыбки и приятельские объятия. А маршал Жуков даже имел дружеские отношения с Изенхауэром. Торжественный марш должен был пройти не только после падения Германии, но и Японии. По договоренности принимать парад должны были главнокомандующие союзных армии Вернард Пангомери, Дуайт Изенхауэр и Жан Латтер де Тессиньи, от советской стороны заместитель главкома Жуков. Сталин предвкушал совместный парад, чтобы показать выправку бойцов и новую бронетехнику. И тут, 6 сентября, союзники один за другим сообщили, что главнокомандующие прибыть на торжества не смогут и вместо них присылают высокопоставленных военачальников. Жуков, получивший известие в Берлине, в растерянности позвонил в Кремль. Сталин, подумав, отдал распоряжение. «Они хотят принизить значение парада победы в Берлине. Подождите, они еще не такие и будут выкидывать фокусы. Не обращайте внимания на отказ союзников и принимайте парад сами. Тем более, что мы имеем на это прав больше, чем они». И вот 7 сентября в 11 часов у Бранденбургских ворот собрались генералы-союзники. Джош Паттон от США, Брайан Робертсон от Великобритании и Мария Луис Кельц от Франции. После прочувствованной речи Жукова заиграл оркестр, и на площади появился сводный полк 248-й стрелковой дивизии из 2000 человек. Это подразделение одним из первых ворвалось в немецкую столицу. За ними прошел сводный полк 2-й пехотной дивизии французов. За французами британский полк 131-й пехотной бригады, а закрывал первую часть полк из 82-й американской десантной дивизии. За парадом наблюдали офицеры и генералы союзных армий и 20 тысяч берлинцев. Кульминацией стал проход техники. Порядок изменился. Первыми выехали английские танки, за ними французы и американцы. Завершил парад выезд 52-х тяжелых танков из 3. Их первые экземпляры произвели в мае 45-го, и в боях они не участвовали. Союзники впервые увидели их именно тут и были немало удивлены. Ожидаемый эффект достигнут. Бронетехнику везли в обстановке секретности, а на локомотиве поезда, ехавшего с танками в Берлин, красовалась надпись «Боевой привет шлет Родина». Видимо, это был привет предупреждения союзникам в условиях накаляющейся обстановки. Это было торжество, символизирующее победу антигитлеровской коалиции над кровавой фашистской агрессией. Так написал в мемуарах Жуков. Последнее торжество перед началом долгого, необъявленного противостояния между бывшими союзниками.